приветствую всех друзья из солнечной армении баре дзес несколько дней назад одна из моих подписчиц предложила снять видео и показать вариант кулича в котором мякиш будет максимально влажным нежным и волотнистым я взялась за это предложение и вывела свой собственный рецепт для получения того же самого чего она хотела точь в точь к тому же они получаются очень ароматными и очень вкусными я спокойно как всегда рекомендую этот рецепт обязательно попробуйте не пожалеете для начала ставим опару для общего рецепта нам понадобится 300 миллилитров молока немножко больше половины уходит на опару молоко должно быть немножко теплее температуры нашего тела пальцем проверяем когда пальцу комфортно и чувствуется приятное тепло это именно то добавляем сюда столовую ложку сахара и столько же дрожжей также добавлю столовую ложку муки хорошенько размешаю накрою и оставлю в теплом месте для всего рецепта нам понадобится 120 граммов сливочного масла половина у нас уйдет на заварную часть остальное мы введем в процессе добавляем оставшееся молоко ставим на огонь и доводим до активного кипения молока масло за это время должно успеть растопиться если масло у вас мягкое как у меня никаких проблем успеет а если холодное тогда поешьте на кусочки оставляем где-то на минутку потом вводим две столовые ложки муки и быстро размешиваем оставляем ненадолго остывать но не до конца как только почувствовали что палец выдерживает эту температуру значит можно добавить к уже подошедшей опаре вводим стакан сахара с небольшой горкой объем стакана 250 миллилитров помним друзья обязательно сахар не только для сладости но и для структуры для влажности теста все ингредиенты найдете под видео добавляем две столовые ложки кисломолочных продуктов это может быть мацун классический йогурт кефир или сметана этот продукт обеспечивает кислотную среду в тесте а это очень хорошо влияет на белок и помогает уверенному подъему теста заварная часть тоже имеет подобное влияние и не только она также делает тесто более вкусным волокнистым и помогает дольше сохранить свежесть затем вводим 3 желтка и 2 целых яйца добавляем 5 столовых ложки растительного масла это уже можно сказать как эмульгатор также добавляет влажности тесту а нам как вы заметили сегодня это очень важно добавляем также немножко апельсиновой цедры где-то столовую ложку это придаст не только красивый цвет но и повлияет на вкус наверное все вы знаете используем только верхнюю яркую часть а более светлую часть оставляем она горькая а теперь постепенно вводим муку вместе с мукой также не полную чайную ложку куркумы столько же соли решила на этот раз перед добавлением куркуму развести в кипятке можно использовать также коньяк на этом этапе где-то две минутки вот так слегка взбиваем тесто венчиком затем вводим оставшуюся муку добавляем также предварительно несколько часов замоченный в холодной воде изюм обваляв предварительно в муке мука нужно для того чтобы они в одном месте не комковались когда венчиком уже невозможно работать вход идут наши руки замешиваем и постепенно вводим масло для чего мы масло вводим двумя способами дело в том что любой способ введения масла то есть в растопленном виде или в мягком виде дает совершенно разные результаты в одном случае тесто получается более влажным а второй случай больше влияет на структуру теста ничего долго завешивать не нужно как только ввели все масло останавливаемся накрываем тесто и отправляем в теплое место для расстойки прошло больше двух с половиной часов и тесто хорошо поднялось мы особо не старались в замешивании тесто потому что клейковина благодаря заварной части уже и так в хорошем состоянии формочки должны быть наполнены немножко меньше половины чтобы тесто было куда расти если изюм на поверхности вот так открыто выглядывает значит нужно его спрятать чтобы не сгорел давайте я вам скажу ширину и высоту формочек думаю это тоже важно так ширина 11 сантиметров немножко больше а высота 9 сантиметров в каждой формочки этого размера помещается где-то 360 граммов теста вы только посмотрите какое замечательное стало наше тесто после расстойки даже очень легко можно работать руками теперь накрываем их чем-нибудь теплым опять оставляем в теплом месте для последней расстойки на расстойку можно оставить как при комнатной температуре так как тесто у нас жирное просто в таком случае потребуется больше времени так и в теплой выключенной духовке и у батареи я недавно сняла также видео как покрасить яйца натуральными красителями чтобы цвет получился однородным и очень насыщенным ярким его тоже можно найти на канале ссылку оставляю прошло чуть больше часа а конкретней час 20 минут и вот так хорошо они успели подняться отправляем в заранее разогретую духовку температура 170-180 градусов нагрев верх-низ без конвекции как только противень оказывается в духовке сбрызгиваем внутренние стеночки духовки холодной водой где-то 100-150 миллилитров и быстро закрываем дверцу внутри образуется активный пар то есть таким образом обеспечиваем внутри влажную среду помните какой высоты было тесто в начале немножко ниже среднего ниже середины так вот все остальное что вы сейчас видите это воздух это поры это результат нашей с вами работы вот так в этом положении оставляем их остывать время от времени перекатываем чтобы остывали равномерно таким образом они будут опускаться намного меньше прошло всего 20-30 минут но удержаться не могу так уж и быть покажу что там внутри наверное они слишком горячие вот тут тесто прилипло немножко повредило но ничего страшного на качество это не повлияет у меня на канале есть еще один вариант кулича там тоже технологии очень подробно и благодаря этому получается отменный результат обязательно загляните даже если делаете по другому рецепту техника точно понадобится оцените внутреннюю красоту этого теста оно такое нежное что буквально на части распадается спокойно делайте по этому рецепту друзья и у вас получится один из лучших вариантов которые вы пробовали в зависимости от того сколько вы будете взбивать масса получится или жидкой стекающей или плотной которая держит форму я люблю когда получаются подтеки поэтому взбивать буду недолго но вы делаете как вам удобно из этой белой массы я делаю также шоколадные батончики делается проще простого а результат как видите видео есть на канале ссылку оставляю в конце декорирую сублимированной малиной и небольшими декоративными штучками все это конечно решаете вы на ваш вкус прошло около двух-трех часов но глазурь я нанесла недавно так что она еще не стабилизировалась нужно несколько часов чтобы полностью стабилизировалась и уже не липло к пальцам становится как небольшой слой маршмеллоу кстати этот слой сам по себе очень вкусный рекомендую у этой глазури там есть еще один большой плюс это масса обратима то есть если вы сделали определенную партию некоторая часть осталась так и стабилизировалась ничего страшного можете хранить в закрытом пакете и потом когда нужно или отправить в микроволновку или опустить в горячую воду как только температура поднимется масса опять станет рабочей консистенции и можно работать опять соотношение ингредиентов я выводила таким образом чтобы не только структура была хорошей но и вкус получился отменным тут сладости вы отдельно не почувствуете все вкусы находятся в хорошем таком балансе это очень приятное ощущение важное примечание на эту тему когда у вас тесто в формочках в последний раз уже хорошо подошло после этого тесто тревожить нельзя тесто у нас довольно жирное и на этот момент очень хрупко и очень легко можно потерять эту воздушность поэтому работаем деликатно даже когда перемещаем его и желательно в процессе температуру не поднимать особенно не включать конвекцию потому что из-за этого температура очень резко поднимается и внутри могут образоваться пустые камеры это не только влияет на эстетику в разрезе также мешает формированию правильного мякиша это особенно для новичков которых среди нас очень много я их пекла при 180 градусах 40 минут ставим куличи таким образом чтобы они оказались прямо посередине камеры духовки это в том случае если духовка печет равномерно если нет ориентируйтесь по ситуации следите за ними в духовке если заметите что они уже хорошо зарумянились но время еще есть можно их накрыть пергаментной бумагой таким образом верхушка не будет слишком сильно сильно зарумяниваться как в моем случае я с этим немножко опоздала и верхушки получились более румяными чем хотелось бы также нельзя ставить слишком низкую температуру потому что из-за этого увеличивается время упекания и они могут пересушиться хочу отметить что в армении мы на пасху куличи не печем просто так печем и наслаждаемся а традиционной выпечкой для пасхи для нас является плетенка в виде замкнутого круга вот эта форма круглая веночка символизирует вечность жизни а плетение которое очень похоже на пшеницу символизирует возрождение